У кого был день рождения? У Ильи Феликсовича. А, у Ильи Феликсовича, а сколько ему лет-то? 105? 20 лет ему исполнилось? Да. Так, ну что ты нам, Никита, сегодня... Слышь, Никита, ты сегодня знаешь, на кого похож? Знаешь? Ну, на зиле так одевались. На учителя труда. Точно. Да? Правда? На учителя труда. У нас такой учителя труда был. У него, смотрите, там даже помпончик есть на этом самом, на беретке. Ладно, Никита, давай, что ты хочешь сегодня рассказать? Да, я вам хочу показать несколько предметов у меня, я принес еще. Ага. Я думал, что я буду читать, но потом еще. Я доехал, в общем-то, спокойно. Значит, вот эта книжечка. Это специальная книга, которая давала знания по электротехнике школьным классам 10-11 классов. Ага. Здесь основы электротехники, основы электромеханики, основы электро... Ну, можно, в общем-то, по этой книге учить, как правильно проводку класть. Там это, в общем-то, очень познавательная книга. Тут и показано, как ремонтировать паяльники, и как ремонтировать утюги, электрочайники. Вот, видите, даже показано, как правильно ставить изоляторы, куда-что там. Ну, потому что тогда было по правилам, надо было... Ну, дома деревянные были, проводку нельзя было в стены положить, надо было на изоляторы специальные. Вот, потом это, как все это разбирается, все делается, в общем-то. Тут же у нас и радио, видите, радио, устройство радио, устройство двигателей, контакторов, трансформаторов, динамомоторов, приборов измерительных всяких. В общем-то, кладезь информации. Где же ты такой нашел книжечку? Вот, значит, это мне подарила женщина, вы ее знаете прекрасно, Ольга. А, Ольга, да? Да, которая работает под Ологанатовым. А, да. У нее отец раньше занимался в молодости радиолюбительством. И он... А, да, у нее же много, она же тогда и журналы, помнишь, приносила, да? Много, много, она мне принесла бы хороших вещей. А это я вот изготовил самостоятельно, сейчас, подождите. Вот, это специальная... Где ты портфель-то взял? Это портфель подарили вы. А, да, все, я забыл. Да, да, ваша компания. Значит, это специальный соединительный провод, который позволяет пользоваться граммофонными приставками, где-то там, ну, где-то до середины 65-го года. Вот, значит, это специальный штекер, это электрический штекер, я его приспособил в радиотехнических целях. А здесь это штекер RSH-5. Вот, трештышный штырьковый, да? Значит, он экранированный провод, в общем-то, как это используется. Ну, я покажу на примере электрической вилки. Просто подключается вот сюда. И можно на запись ставить. Это очень удобно. Это редко, достаточно... А нельзя его еще воспроизвести-то, нет? Ну, я его и можно записывать, либо подключить, где есть такой штекер. Не, продублирует смысл сделать. Вот, ну, я еще там принес несколько ламп. Ну, конечно, такие... А в чем еще? Ну, если они побьются, я взял на стучку. Ну, правильно, в нашел, да, как же. А вот такую вот лампу в металлическом основании, я его положил отдельно, потому что они могут побиться, поэтому я положил так, это вот усилительная лампа. Ну, все, вот какой у тебя чудесный портфельчик, а? Да, это портфель, вот мне сказал я, он понимает в этом деле, что в середине 60-х годов. Да? Да, ну вот, видишь. Ну, здорово. Хорошо, что тебе подарок подошел. Да, спасибо. Да, ну, у тебя уже еще грядет день рождения, поэтому я думаю, что подарков будет много. Да. Да, все, Никит, спасибо огромное, да.